Девушки отдыхают 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 Все-таки в центре внимания, мне кажется, сегодня даже не спектакль, а книга Дины Сабитовой, «Где нет зимы». И я, наверное, все-таки сейчас себя переведу в стрелки и скажу, что здесь находится представитель издательства «Самокат», который выпустил несколько книг Дины и вот эту книгу, которая так счастливо попала ко мне в руки, с которой все началось. И, в общем, я бы хотела, чтобы вы рассказали. Да, здравствуйте. Здравствуйте всем. Спасибо большое. Это на самом деле всегда большое-большое счастье для издателя, когда по его книгам начинают ставиться спектакли. И у нас, на наше счастье, таких событий происходит в последнее время все больше и больше. И каждый новый спектакль для нас как продолжение нашей какой-то мысли. Потому что когда-то давно издатель выбирает эту книгу из всего огромного потока, подготавливает ее, думает над ней, и много-много работает, и ждет, что с этой книжкой дальше кто-то будет что-то делать. И, конечно, самое большое счастье, когда находится другой творческий человек, который говорит о том, что эту книжку, эту мысль можно рассказать еще другим языком, не только литературным, но и в данном случае театральным. И, конечно, самое огромное счастье, когда режиссеры выбираются именно такие, как Яна. Мне кажется, что это такой прям... сошлись тут все звезды. И прекрасный текст, и прекрасная режиссура. И я надеюсь, действительно все, что случится и получится у нас сегодня услышать еще и какие-то слова Дины. На самом деле мы в «Самокате» издаем разные, не всегда простые тексты, которые помогают нашим читателям немножко думать и немножко меняться, и как-то какие-то глубины струн души задевают каждый наш текст. Вот эта серия, в которой вышла книжка «Где нет зимы», она, кстати, выходила уже трижды, и каждый раз разная обложка. И сейчас, как у нас всегда бывает почти со всеми спектаклями, как только появляется спектакль, книжка незадолго до этого заканчивается в тираж. То есть тираж заканчивается, и мы узнаем, что сейчас выйдет спектакль. Мы понимаем, что срочно что-то с этим надо делать, поэтому вот сейчас тираж закончился, и вы можете в «Аквоете» купить буквально последний экземпляр, и у нас в издательстве уже нет книжки. И следующий тираж выйдет уже с словами Яны на задней сторонке обложки, с комментариями. Так что мы тут все подгадали, наверное, так. И вот эта серия, в которой вышла книга сейчас, книжка, и будет выходить дальше, она называется «Встречное движение». Кто тут с кем встречается? Ну, наверное, подросток встречается прежде всего с самим собой, потому что каждая книжка этой серии помогает ответить на вопрос самому себе, кто ты в этом мире, как ты меняешься, что с тобой происходит. И тексты, которые выходят в этой серии, они всегда о столкновении, наверное, взрослого мира с миром подростка. И главная, наверное, задача — прийти в какую-то гармонию, что этот мир взрослых и мир подростка — это не две противостоящие стороны, а с ней можно вообще друг с другом договориться, если разговаривать. И когда-то давно, когда я сама тоже брала у Дины интервью, я задавала ей вопрос, который мы часто задаем, я часто задаю родителям на встречах, или вообще мы задаем нашим читателям, есть ли вообще различия между детской и взрослой литературой, где проходит эта граница между детской и взрослой книжкой, потому что нам часто очень говорят, слушайте, вы знаете, вот эта книжка совсем не детская, что это у вас вопросы какие-то тут поднимаются, смерть, вот здесь вот тоже дети-сироты, развод родителей и так далее, почему это же вообще не детская литература, и текст как-то написан так, не по-детски, можно так сказать. И вот я Диню тоже спрашивала, поскольку у нее много книжек на сложные темы, я ей тоже задавала вопрос, Дина, скажите, где же вот эта граница между детской и взрослой литературой? И она тогда мне сказала, что, наверное, что нету границ, но, может быть, единственное, чем отличается детская книжка от взрослой, что детская книга всегда дает свет в конце туннеля. И как бы сложно ни было, какие бы сложные темы ни поднимались в этой книжке, они все такие же, и война, и смерть, и какие-то потери, и переживания этих потерь, но в подростковой книжке всегда есть лучик надежды, потому что ты можешь со всем справиться, со всем тем мраком, который тебя отгружает, если ты не один, если ты веришь в себя, и если есть что-то, что тебя поддержит. Вот, наверное, по этому принципу отбираются тексты именно в эту серию, и тексты Дины Сабитовой, они, конечно, такие. Надо сказать, что Дина сама, это ее отчасти личный опыт, потому что она сама воспитала приемного ребенка, причем взяла ее во взрослом уже возрасте, не с младенчества, и она очень много сама с собой разбиралась, как же, что же давать этим детям, и как же с ними общаться, поэтому она это выливала в своих книжках, и у нее практически все книжки так или иначе посвящены теме приемных детей. У нас в «Самокате» выходила еще более детская ее книжка «Цирк в шкатулке», которую, я надеюсь, мы переиздадим, там тоже тема потери, но, может быть, чуть более в сказочной форме поданная. А здесь, где нет зимы, тоже такая реальность, я бы не сказала, что она сказочная, но она очень поддерживающая, потому что вроде бы сказочного ничего не происходит, но что-то, какой-то свет, о котором, наверное, Дина и говорила, он помогает пережить все те горести и потери, которые сваливаются на тех детей, главных героев этой книжки. Поэтому в этой книжке все-таки нет зимы, а есть свет, помощь, поддержка, несмотря ни на что. Я, наверное, передам слово теперь Яне, и она, может быть, расскажет о том, что же, как же они их встретили с этой книжкой. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Может быть, можно немножко звук потише сделать? Вот такая немножко мелодик ломаться. Боюсь впасть в риг, напевать. Спасибо большое. Чуть-чуть тише надо. На самом деле, ну, такие встречи, действительно, они не случайны, и всегда очень сложно, когда драматический театр идет на встречу к недраматическому режиссеру и говорит, пожалуйста, сделайте у нас в театре что-нибудь, что вы хотите. И тут происходит такое короткое замыкание, потому что истории много, все это в основном, я сейчас лично про себя говорю, для более камерных театров, в котором, может быть, место для куклы в большей степени есть, чем для драматического актера, и поэтому ситуация была для меня такая сложная. В этот период, когда Лев Абрамович Додин вот позвонил мне, это, конечно, огромное волнение, честь и неожиданность была, я проводила лабораторию для актеров, режиссеров и художников в театре «Кукол». Я через Союз театральных деятелей России несколько лет подряд веду такую лабораторию. Вот одна из студенток, ну, так, студенток, это взрослые люди приезжают в лабораторию со всей России, сказала мне, что совсем недавно она прочла удивительную книгу автора Дины Сабитовой. Книгу, которая ее необыкновенно вдохновила, и она, работая с подростками, думает, как же можно это сделать с ними, ну, может быть, отрывками какими-то. И, думая над этой книгой полгода, она пришла к выводу о том, что это невозможно поставить. В общем, и здесь все совпало. Малодраматический театр, книга, которую невозможно поставить, и максимально короткие сроки, в общем. Ну, это я так, это шутка. Но на самом деле я просто перебираю в голове материал, который я могла бы предложить для МДТ, подумала, вот, наверное, нам нужно срочно прочесть эту книгу, которую невозможно поставить. И начала ее читать, и закончила в ту же ночь, потому что было просто не оторваться. И поняла, что независимо, даже если Лев Абрамович скажет, что это невозможно поставить в такие короткие сроки, я ей когда-нибудь обязательно это сделаю. Потому что, наверное, попало самое главное, что я не делаю взрослых спектаклей. Я делаю только детские спектакли. Возможно, так же, как Дина пишет книги. То есть я стараюсь делать истории, не проводя границу между взрослыми и детьми. То есть получается так, что я делаю вроде бы спектакль для взрослых, а его почему-то очень хорошо смотрят дети. А иногда я делаю спектакль для детей, а смотрю раз за разом вдруг взрослый зал пришел. Вдруг смешанная аудитория, вдруг только детская, вдруг опять только взрослые. В зале то пожилые люди, то влюбленные. В общем, это вне моего какого-то даже опыта, а только опыта не постановщика, а именно как наблюдение происходит. Я понимаю, что театр действительно не разграничивает. Если театр искренне и автор искренне говорит о тех вещах, которые его волнуют, и так, как это его волнует, то, возможно, вот это мировоззрение, это ощущение мира, в котором есть, с одной стороны, очень конкретная реальность со всеми ее опытами, трагедиями, проживаниями, потерями, приобретениями. Если ты со всем этим идешь к детям, а я иду с этим к детям, потому что у меня у самой четверо детей, и у нас нет табуированных тем, и просто это вопрос, как говорить с ребенком. Вот, и поэтому, в общем, я рискнула. Я летела в Красноярск на самолете, как раз читая эту книгу тоже, и время менялось. Время меняло часовой пояс, время не получалось дополнительное. Еще я думала, все, я сейчас вот долечу до Красноярска, обратно я полечу в Казань, чтобы пожать Дине руку, сказать спасибо, и уговорить ее работать над инсценировкой. Какое же мое удивление было, когда я узнала, что в Казани Дина нет, в Москве Дина нет, и живет она на Коста-Рике уже не первый год. Практически, ну, пишет очень мало сейчас, все ее чудесные дети и приемный ребенок, все там, все занимаются общим делом. И я написала ей письмо, я рассказала ей о своем ощущении от книги, о том, что я бы хотела эту историю попробовать сделать в театре. Мы начали переписываться, и, в общем, как это говорят, я получила, так скажем, авторское благословение на то, чтобы начинать эту работу. Вот. Могу долго, на самом деле, говорить, да, да, ну, вообще, не знаю, что-то, может быть, какие-то вопросы возникнут сейчас прямо в параллелье самой, чтобы мне помогли. Я так заслушался, потому что моя первая встреча с Яной Марковной Туминой произошла несколько лет назад. Мы встретились на Маховой в каком-то кафе, и Яна Марковна меня приглашала на первую встречу. Это был спектакль по сказкам «Тысяча и одна ночь». И мы сидели за столиком кафе. Может быть, это никакого отношения к сегодняшней встрече не имеет, но я хочу об этом рассказать. Мы сидели, наверное, часа два, может быть, даже два с половиной. Я молчал. Говорила Яна. И, наконец, она у меня спросила, Михаилович, вы молчите? Вы согласны или нет работать со мной? Я говорю, Яночка, мне так интересно то, что вы говорите. Я согласен работать с вами всегда. И когда Яну позвонила мне перед тем, как решился вопрос постановки в Малом Драматическом Театре, она мне позвонила и спросила, «Михаилович, вы согласны со мной работать?» Я говорю, «А, конечно, мы уже договорились когда-то». Я говорю, спрашиваю, «А где вы собираетесь ставить?» Она говорит, «У вас в театре». Я говорю, «Не может этого быть». И мы договорились о том... Нет, я даже не спрашиваю, что я буду играть. Яна Марковна сказала, «Вы будете играть домового?» Я говорю, «Конечно, кому же еще играть домового, как не мне?» Но я хочу не об этом сказать. Вы знаете, это действительно большое, большое, наверное, счастье, потому что я прочел книгу в этот же день, когда Яна Марковна мне сказала о том, что она собирается делать. Я тоже был потрясен. Я давно такого не читал. Это действительно очень... очень больная и нежная тема. И то, что наш театр взял эту тему и решил поставить спектакль, мне думается, что это очень большая и серьезная... и несерьезное дело. И я думаю, что оно... Это правильно то, что театр... Я готовился к чтению, поэтому я начну. Михаил Иванович, может, вы все в текаре? Нет. Где-то раздаются шорохи и скрипы. В нашем доме всегда так. Ведь он очень старый. Ему уже лет сто. Развалюха, если честно. У нас даже газ не проведен. Мы печку топим дровами. Я тут живу всю жизнь. Мама тут жила всю жизнь. И бабушка тоже. Даже себе не хочу сознаваться, что сейчас эти звуки меня пугают. Хотя, может быть, в тишине стало бы еще страшнее. Прошло уже три недели с того дня, как умерла бабушка. И каждый вечер мама уходит куда-то, оставляя нас сгубь от них. Я ругаю себя за то, что боюсь. Но я все же не восемь лет, как глупый гуль, а тринадцать. Но в обрывке тревожных мыслей начинают бродить у меня в голове сами по себе. Можно, конечно, читать. Это очень отвлекает до порога времени. Но все равно настает момент, когда надо выключить свет, закрыть глаза. Тут-то мысли и убегают. Но вот что я понял. Когда мысли приходят сами по себе, и уснуть из-за этого очень трудно, надо начинать думать специально. Вспоминать что-нибудь очень подробно, как будто смотришь кино или нет. Лучше, как будто пишешь книгу. Видишь в голове предложение, словно читаешь его по книге, а потом вдруг понимаешь, что мысли начали путаться. И ты повторяешь какое-то слово, повторяешь, повторяешь, и предложение рассыпается, и ускользает от тебя. А потом уже наступает утро. Буду думать про бабушку. Мою бабушку звали Александра Васильевна Соловьева. Она была партнихой. Работала она всю жизнь. В жизни много кем. И в столовой, и в больнице, и на заводе. Но главное, шила на заказ. Говорят, лет сорок назад моя бабушка была городской легендой. И заказчицы приходили к ней по рекомендации. Дома мы ее звали Шурой. Шура много курила, любила петь, терпеть не могла готовить. И еще у нас с ней одинаковые формы нос и уши. Бабушку многие считали немного того. Основания для этого были. Расскажу один случай, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Надо было выпустить стенгазету в очередном дне учителя. В школе нельзя. Мы же вроде как делаем сюрприз учителям. Потом этот сюрприз отправляется в шкаф, в учительское, и там уже появляться в луну этих газет леток за 50. Я предложил свистнуть оттуда старую газету, подреставрировать, а дату просто замазать. Эти газеты все на одно лицо. Кто вспомнит, что такая уже была 10 или 12 лет назад? Разумеется, мне сказали, что я дурак, и идея моя глупая. А по-моему, очень хорошая мысль. Мы бы сэкономили кучу времени. Девчонки нашли в урах каких-то открыточек с глобусами, клиновыми листьями, портфелями и прочим подходящим по теме. Наш дом был ближе всех, поэтому пошли ко мне. Ладно, мы сперва расселили прямо на полу в моей комнате, но оказалось, что полы кривые. Дом у нас старый, с дощатыми полами, и доски горбатые, неровные. Так что рисовать на полу никак нельзя. А письменные столы и кухонные не годятся. Они у нас совсем маленькие. Мы просто не знали, что делать. Мне было как-то неудобно, что такие полы ходя. Конечно, в этом не виноват. И тут вошла бабушка с вечной сигаретой. На штуке бабушка всегда курила сигареты, не так, как все нормальные люди. Пасовала их мундштук. Маму это раздражало. Она постоянно говорила, что мундштук мужской аксессуар. А бабушка отвечала, что ее хрустальная мечта курить трубку. И что, когда она, наконец, заведет себе трубку, мама еще вспомнит, как прелестно выглядел ее гендарный мундштук. Деревище игрушку усмехалась бабушка. И мы с Маруськой просто ничего не понимаем. А ты с Маруськой просто ничего не понимаешь женственности. Девчонки увидев бабушку, слегка столбенели. Нет, они, конечно, весь живопоздоровались, но при этом дело в том, что бабушка моя очень любила яркие платья. И сшила себе чуть ли не 20 платьев по одной вытройке с глубоким вырезом с перья, голыми плечами и клинющей широченной юбкой. Юбка с абортами. А расцветка такая, что мимо не пройдешь. На этот раз платье было с огромными маками по темно-зеленому фону. Ой, я думаю, откуда у Наташи платье такое. Я думаю, что мы еще будем нам и читать. Я на этом остановлюсь пока. Спасибо. Владимир Павлович Дудин, когда принимал решение, он сказал такую вещь интересную. Он говорит, «Яна, вы же знаете, что мы в принципе в театре, у нас дети играют в спектакле. Сделал паузу. Вы тоже собираетесь приглашать детей, чтобы они работали?» Я тоже сделала паузу, сказала, «Конечно, нет». Я стараюсь сделать так, чтобы эту историю рассказали взрослые люди, не играя детей, но таким образом, чтобы мы поверили, что детство от каждого из нас недалеко. И мне кажется, что здесь сидят актеры. К сожалению, не все, потому что сейчас завтра только заканчивается. Каникулярное время в МДТ у нас еще замечательный. Ярослав Диченко, Даша Ленда, которые как раз играют Пашу и Гуль. Они сегодня не с нами. Наталья Акимовна, известная Петербургова актриса, которая играет Шуу как раз. Поэтому мы, хоть и не полным составом, но здесь ребята молодые, которым удалось, мне кажется, не играть детей, сделать так, чтобы мы поверили, что каждый из них расскажет детскую историю. Вот я бы хотела передать вам слово, что придумать. Держите. А, да? Да. Да. Ну, я постарше, чем Саша. Мне 13, а Саше 8. Не знаю, родиночка. Кира, Кира, да. Я как-то измела. Поняли? На самом деле это... А кукла играет рядом, девушка. Нет, кукла играет. Маша. Вот, кукла. Кукла? Да. Что, не поможем? Это была бабушка. Извините. Все хорошо. Ну, все, на тряпе. Ну, на самом деле, для меня, мне кажется, что играть ребенка, наверное, даже самое органично, потому что детские переживания, в них не нужно возвращаться, в них просто... просто достаточно как-то приоткрыть себя. На самом деле, ничего такого... Ну, кажется, ничего специального, как-то особенного, ну, потому что у нас не было задачи как-то детскую пластику, как-то... Ну, просто подумать. Единственное, что интересно, конечно, как на это отреагируют дети, которые придут к нам, потому что это, может быть, нам сейчас так кажется, что мы вот... Ну, нормально, а они посмотрят и будут думать, ой, ты тетеньки и дяденьки, они так штамбуют, заштамбованно нас видят. Вот в этом есть небольшой такой... Ну, тревога есть в этом какая-то, потому что, наверное, это самые строгие зрители, мне кажется, дети, подростки. Вот. Ну, книга... Книга, кстати, когда я читала, я сейчас только поняла, что есть что-то родственное с моей любимой писательной детства Астер Клингрен. Тоже вот какая-то сказочная, может быть, форма, но при этом очень серьезные какие-то подтексты. У меня любимая книга «Победлина чулок». И там тоже девочка... Там есть метафора, а девочка, которая... Самая сильная девочка на свете. А на самом деле речь идет про сироту. Вот. И вот я только сейчас подумала, что есть какое-то родство. Поэтому тоже, кто не читал, может быть, если кто-то приветствует Линдвин, я думаю, что эта книга вам понравится очень. Вот. Что еще сказать? Приходите к нам на спектакль. И... очень, конечно, хочется, наверное, услышать тех, кто уже читал книгу. У кого есть какие-то вопросы, мы можем вступить в диалог. потому что мы немножко сами в растерянности, мы еще ничего не сделали. То есть, ну, спектакль рождается все-таки, когда он встречается со зрителем. И тогда уже есть повод, и можно обсуждать. А пока мы... мы просто вынашивали, вынашивали, и вот сейчас готовы. Но, собственно, повода еще не случилось. Поэтому если... если у кого-то... если возникнет диалог со зрителем, будет очень здорово. Если какие-то вопросы... Это нас выведет на какую-то дорогу еще. Но у нас сегодня повод это книга. Да. Я выложусь. Поэтому мы говорим сегодня о книге. И если у кого-то есть вопросы, я тут же готова дать им телефон, потому что у нас сегодня домашняя, свободная установка, когда... у нас нет сценария, можно не перебить, но... Пожалуйста. Если кто-то хочет какой-то вопрос дать им поддержать... Есть ли? По-моему... Да, пожалуйста. Можно ли так? У меня... Работа с таким необычным режиссером была для нас каким-то новым опытом, где мы уже встречали что-то похожее в своей карьере. что-то похожее? Нет. Конечно, нет. Интересно, потому что я только с драматическими режиссерами работала. Когда училась, у меня всегда была такая мысль, что кукольники, они в чем-то, конечно, круче, потому что они умеют не только с собой... Во-первых, у меня всегда была такая мысль, что кукольный артист это тот, который себя может немножечко унять и отдать право на жизнь, на высказывание кукли. И он еще к тому же художник. И вот это очень интересно, что у нас получается такой очень визуальный интересный спектакль. Там, наверное, одно из действующих лиц это именно художественная составляющая, потому что очень-очень красивые инст... как это называется? Решение. Решение... Ну, сценография... Сценическое решение. Художник Кобелюш. Да, не Кобелюш, но есть мультики, и они нас очень восхищали и вдохновляли во время спектакля, поэтому... во время работы над спектаклем. Поэтому это, конечно, необычный для меня опыт, потому что обычно все-таки есть работа художника немножко отдельная, и она обслуживает скорее драматическое действие. А здесь у нас и кукла есть, и есть эти мультики, которые являются полноценным участником, героя. и это очень здорово. Можно я с вами? Это интересно вообще. Вы знаете, просто у молодых артистов у них еще нет такого у меня просто побольше работы с режиссерами. Я вам скажу, отвечаю на ваш вопрос по поводу Яны Томиной. Я не говорил в начале, когда узнал о том, что Яна Томина ставит у нас новый норматический спектакль. Я был потрясен, потому что совершенно разные театры. И то, что в моей жизни встретилась Яна Томина, я считаю для себя огромным счастьем. потому что это вроде как и не театр. Это что-то другое. Причем в бюэте она умудряется за короткий срок влюбить в себя всю компанию. и я убежден, что нет артиста, который бы не был счастлив от того, что он работает с Яной Томиной. Потому что это такая странная голова, это такое странное создание. Я не знаю, может быть, это то, что она выросла в семье художника, но понимаете, она не ставит спектакль, она его пишет. Она с ним живет и то, что получается, я убежден, я убежден, что для артиста это огромное счастье. Можно я сейчас скажу еще тоже для тех, кто прочел книгу или прочту, а потом прикидил на спектакль. Это просто очень важная установка. Если я сейчас этого не скажу, это просто беда будет. Этот спектакль по мотивам книги. Я просто не потому, что я хочу сейчас защититься, это просто очень правильное соотношение и правильный разрыв между литературой и театром. Эту книгу действительно невозможно поставить в таком объеме. Вы же понимаете, детский спектакль одна актовка, когда мы обсуждали с Диной и я ей присылала подпольные фотографии героев, я говорила, как вы этого персонажа сохранили? И этого сохранили? Так и эта тема у вас осталась? А как это возможно? Она говорит, я была уверена, что вы только одну какую-то ниточку вытащите, что только один какой-то слой из этой книги может попасть в спектакль. Поэтому, конечно, важно сказать, что читайте книгу и проникайтесь в книгу и не ждите от спектакля того, что он, я надеюсь, что он отразил атмосферу Диньевого слога, вот это наше совпадение с ней, жанровое, то, что можно определить как некий магический реализм, когда есть документальность, подлинность и в то же время волшебность, когда живые предметы и при этом реальные события. Ну, в общем, в этом да, но здесь все-таки у нас очень свободная интерпретация и свой угол зрения, поэтому вот я так рада, что я сейчас это сказала. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, мы сделаем первую попытку выйти в эфир? Вопрос у человека. Чем позже, тем лучше. Там 9 часов раздается. Сейчас я их делаю. Там 9 утра, что против. Вот там, молодой человек. Да-да-да. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Просто я хотел свое мнение высказать по поводу молодежи, да? Вспомним так. Педагог, как можно было назвать, это человек, который оборвал речь девушки, да? Молодой. Она начинала открывать свое сердце, да? Как бы высказывать свое мнение. Я слушал ее. Не надо открывать, ограничивать молодежь. Да вот за это хотел сказать. Почему? Я понимаю, что там с режиссерами я общался и прочим. Молодежь бывает, каждый человек индивидуальный, как алмаз. Есть молодежь до спорта, как форсаж. Поэтому нехорошо было перебивать девушку, я хотел ее высказать. Послушайте. Вы, взрослый человек, нехорошо поступили. Михаил Иванович, не педагог, он артист такой же, как вы. Все живая мы просто отхватываем. Запомните, простота всегда выше. Все. Здравствуйте. У меня короткий вопрос. К вам, Яна, мне всегда было интересно у вас уточнить. Вы часто ставите детские спектакли, и вот именно ваши дети. Строгие ли они критики для вас? Как вы относитесь, обсуждаете ли вы с ними потом ваши постановки? Какое у них мнение о том, что вы ставите? Спасибо. Да, обсуждаю. Старший сын, которому сейчас будет 17 лет, вообще очень пронзительный критик. Проникновенный, точный и немногословный, и очень ценный. Дочь, которой сейчас 12 лет, благосклонный критик. Вася, младший сын, он просто сам растет актером, и поэтому у него очень эмоциональные интерпретации, он в принципе театр пока воспринимает. это... Ну, то есть, мы не перегружаем его театром, потому что часто он бывает на репетициях, и у него было, например, сильное потрясение. В 3,5 года он пришел на Колину на сочинение, и когда зал стал аплодировать, он заткнул уши и заплакал, и сказал, мама, что же они наделали? Это театральный ребенок. то есть, он воспринимает очень нестандартно, то есть, для него аплодисменты это как нарушение какого-то сакраментального... Мне кажется, что у него только в 3,5 года он только к концу спектакля стал туда погружаться, и поэтому для него это было просто каким-то разрушением. Он рыдал, и я ему успокаивала, потом мы еще полгода не ходили на спектакль. Потому что надо было, чтобы он вообще эту игру в театр, где люди смотрят, а потом хлопают в ладоши, принят. Я к тому, что это тоже восприятие, это тоже некий урок для меня был, это необыкновенный. Я обсуждаю, но я не... Вот даже совсем недавно, вот позавчера у нас была премьера, вот здесь студенты сидят, учебный театр на Маховой, и моя дочь пришла и потом со мной беседовала, наверное, часа полтора. Причем я ее не провоцировала, я просто сказала, Сонина, как тебе, потому что она видела, как спектакль рождался, видела этюды, она прокомментировала почти каждую сцену. Это потому, что если с детьми разговаривать о спектакле, если давать для этого повод, если подлинно интересоваться, они будут с вами об этом говорить. Поэтому, конечно, самый оценный зритель, вот это не зря, это неформальная подпись, для семейного просмотра, для семейного зрителя. Я как мама, ну как режиссер, очень хочу спровоцировать семейные походы в театр, потому что это повод для живого общения, которого сейчас очень не хватает. для его жизни. Здравствуйте. Как вам так? Как вы сказали, для семейного просмотра есть у этого метода предыстории. Вот Карагутский тоже в свое время говорил, что нужно ходить детям и с родителями вместе в театр. Вот тогда и дети, и родители будут лучше понимать друг друга и лучше поймать то, что происходит на стену. Вот вы ответили. Да? Я очень искра. Скажите, пожалуйста, вопрос, от тех, кто книжки еще не читал. Как все-таки лучше сперва прочесть книгу, а потом посмотреть спектакль? Или же сперва посмотреть спектакль, а потом прочесть книгу? Как угодно? Нет, я как режиссер скажу вам такую вещь. Конечно, если вы прочтете книгу, потом придете на спектакль, будете все время думать, ай, как жалко мне этот момент, так понравился книге, почему же его здесь нет? Или, а разве это лялька? Она же, наверное, ну, то есть, я очень эгоцентрично сейчас скажу. сначала посмотрите, потерпите пару дней, ну, я тебе книжка положите на тумбочку, а потом прочтете. Ну, то есть, ну, потому что я здесь автор сейчас, да, и это эгоцентризм автора. А с другой стороны, если вы настолько готовы вот эту пропасть перепрыгнуть между литературой и театром, понимая, что это совершенно разные виды искусства, то разницы нет, как по Николу Ланчу. Разница нет. В плане уточнение, Яна, Все-таки вы автор инсценировки. Вы, да? Мне помогала Елена Покорская, это театральный критик, скорее она выступала как редактор и такой направляющий человек, потому что я все-таки очень, я не инсценировщик, я сумбурный поэт, и у меня всегда проблемы с инсценировкой, в том смысле, что я сочинить-то могу многое, но это в общем-то сложно, поэтому я, мне очень важен диалог, потому что почти все свои слова, я стараюсь все-таки брать кого-то в напарники. Лена Чарник, замечательная, с которой мы сделали «Деревня Плантоходцев» и «Тысяча одну», про которую Николай Ванч упоминал. Ну, то есть, в принципе, да, но тут еще важно сказать, очень важно сказать, что когда ты работаешь над литературным произведением вместе с актерами, то понятие читка, как это бывает, когда есть пресса на столе, переходит в понятие совместного сочинения. Сейчас рядом были с авторами в создании слов. Ну, слово «собитовое», оно сохранено, там звучит ее слово. Мы не добавляли практически ничего от себя, мы работали только с ее словами, конечно, с прекрасным текстом. Что же там от съезда думать? Спасибо. У меня вопрос. Значит, на афише 12+, но в тексте девочки 7 лет, да, в идеовых словах, как это вообще измеримо? Это измеримо с тем, что в театре, не в литературе, а в театре есть очень четкие ограничения. Я сама лично, как режиссер, сталкивалась с тем, когда по сказке «Литкаута Жиринской» идет уже 7 лет спектакль на малой сцене Большого театра «Куклы», «Снежинка, которая не таила». И там есть тема смерти, как, собственно, почти во всех сказках Андерсона. Так вот, я в какой-то момент получила очень серьезный упрек по поводу того, что какое я, как режиссер, имею право выносить тему смерти, травматичную тему смерти перед маленьким зрителем, хотя для этого и есть возрастное ограничение. В книге Сабитовой идет потеря за потерей. Дети теряют всех своих близких. Ставить 6+, а у нас другого шага нет пока. Вот мы ждем, пока это все отменится наконец-то. Вроде уже про это говорил. Мы не имеем права ставить 6+, потому что смерть – это та тема, с которой работает Дина. И это та тема, с которой работают спектакль. может быть, мы поймаем Дину, пускай у нас потом получится. А вдруг у нас получится? Сейчас попробуем. Может, пока мы будем говорить? Говорить. Да, можно, можно так. Сейчас. те, кто читал Дину, у вас есть великальная возможность задать вопрос, поприветствовать театра и вообще кого-то. изображение. Я хочу сказать, я скайпил, что… периодически будет возникать изображение. Мы очень благодарны, рады, что вы с нами. Для нас подарок. Здесь целый читальный зал, можно сказать, целый читальный зал петербургских зрителей в куртках, в шарфах. У нас хоть в этом году и нет зимы, все говорят, что это мы виноваты. Но все-таки мы собрались здесь и сейчас мы рассказываем немного о спектакле, даже немножко прочли начало книги. Здесь издательство «Самокат», которое говорит о том, что тираж подошел к концу. Дина, меня слышно? Я очень быстро для скайпа говорю. Так, я вас я вас слышу, но немножечко булькает звук, поэтому если можно чуть-чуть помедленнее мне говорить и поотчетливее, я могу не все расслышать. Ваше видео мне не видно совсем. 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 У нас не получается пока включить камеру, но если будут слышны вопросы и приветствия, все здорово. Не, нет тут здесь все дорого. Просто есть камера на нас? Есть камера здесь, но я слышу. А камера не найдена там. есть, что есть. Дина, мы предлагаем тогда не видеть нас, но хотя бы слышать. Ну хорошо, я вас буду хотя бы слышать. В общем, нас, к сожалению, мы уже поняли, что видно не будет. Поэтому мы будем просто с вами разговаривать. Будем стараться медленно говорить. Можно задать вопрос, где нет? Мы просто будем передавать микрофон в зал, поэтому очень быстро это будет происходить. Ну я, пока зритель оправится, я просто скажу, что мы как раз начали говорить о том, что сложно в контексте встречи, потому что мы с одной стороны встретились говорить о книге, а с другой стороны о спектакле, который еще не вышел на зал, поэтому зрительских вопросов нет. Есть только такие предощущения. Вот, я вижу поднятую руку из зала. Извините, извините, если вас прорвала. Нет, нет, молодая девушка. Дина, слышно, да? Я бы хотела, во-первых, сказать огромное спасибо за эту прекрасную, сильную и светлую историю. А во-вторых, спросить, что вы почувствовали, когда вы узнали, что ваша книга будет поставлена на сцене? Какие эмоции у вас вызвало такое предложение? Ну, чувство невероятного счастья, естественно. Удивительно, что очень многие мои знакомые совершенно уже спокойно и привычно относятся к книгам, но узнав, что будет спектакль, очень сильно были впечатлены, потому что спектакль — это какая-то уже новая ступенька, новое прочтение. У меня ощущение, что я отдала своего ребёнка, ну, может быть, школу, университету, он где-то входит без меня, что-то решает сам, и я не могу на это никак влиять. Это, в общем, очень тревожное немножечко и очень неответственное дело. Вот, наверное, так. Ещё есть вопросы? Да, меня хорошо слышно? Да, да, очень. Прекрасно. Может, мне надо микрофон? Добрый день. У вас уже темно? Да, у нас всегда темно. А у меня, я вот вам решила показать ветер на заднем плане в окне. Ветер стримит большие бананы, это листья банана. Хорошо вам. Скажите, пожалуйста. У нас раннее-раннее утро, у нас здесь нет зимы, у нас 32 градуса, сильный ветер с Тихого океана. Вот так. Слушай вопрос. Скажите, пожалуйста, мы только что говорили здесь о теме смерти, а вот вы со своими детьми разговаривали о теме смерти, и как они реагируют? Потому что мне кажется, что дети, есть дети в разных странах, реагируют совершенно по-разному. И поэтому меня интересует, как дети, ваши дети, реагируют на тему о смерти. Простите, на что? О смерти. О смерти. А, о смерти? Нет, ну что, обычная часть жизни, смерть, все. Детей у меня трое. Со старшей дочерью, которая у меня приемная, я не успела об этом поговорить, потому что ей было 16 лет, когда она появилась в моей семье. И на какие-то такие разговоры она уже не очень велась, и до сих пор не очень ведется. Ей почти 30. А оба моих младших сына примерно лет в пять вдруг соображали, что они смертны, начинали. Намладшего это произвело вообще большое впечатление. Он примерно два месяца ходил, это переживал, думал. Слава Богу, на тот момент, когда ему было пять лет, уже было много об этом книг. Была и скандинавская детская литература на эту тему, такая несколько развлекательная, где больше объясняли на технические моменты, что вот человек умирает, его кладут в деревянный ящик, потом взрывают землю или уносят орлам на высокую гору. На младшего сына это очень сильно произвело впечатление. И поскольку он у меня мальчик очень закрытый, и все переживает сам внутри себя, он своими выводами не поделился. Старший же, более романтик, он у меня рос в концепции, что мы все превратимся в звезды, и однажды он будет на меня смотреть, и со мной разговаривать как со звездой. Мы, в общем-то, атеисты в семье, и концепция загруппного мира, такого организованного какой-то религии нам не близка, но чем дольше я живу, тем больше я транслирую детям, что, правда, они уже не дети, им 16 и 21, что я очень верю, что у каждого, ну, а я об этом писала в книге, что у каждого на том свете будет то, во что он верил. Если он верил в то, что он будет сидеть на качелях под яблоней, на зеленой траве, то так с ним и будет примерно. Ну, как-то хочется в это верить. Пока у моих детей не было опыта переживания смерти близких, и я очень надеюсь, что их первый опыт был связан со мной, и я этого не увижу. Можно я? Да. Да, Дина, здравствуйте. Нам очень повезло, что мы с вами сегодня... Да, увиделись. А вы кто? Я не вижу все равно, кто... Не расскажите, с кем я разговариваю. Это Игорь. У меня вопрос. Вы всех артистов наших заочно знаете, знакомы, кто какую роль исполняет. Вам показалось, что... Кто больше угадал с образом? С персонажем? Так. Артисты? Еще раз вопрос, и более медленно, потому что вы немножко булькаете. Да, возможно. Вы заочно знакомы с нашими артистами, которые будут исполнять роли в спектакле. А я... Да, да. Как, по-вашему, кто из них наиболее соответствует образу? Вы знаете, ну, во-первых, мне понравились все, весь кастинг абсолютно. Но больше всего почему-то мне понравился домовой. О! Спасибо! Тот, который университетский. Прямо вот в самое сердце. Вот. Очень понравился, да. Ну, я не видела всех в действии, слышала только, как люди читают, и видела фотографии. Ну, в общем, наверное, если мне выбирать одного, то это домовой, да. Спасибо. Дин, это с вами домовой говорит. А, да? Да. Прости. Я просто хочу... Очень приятно. Зам, что я вас не вижу. Я очень рад с вами так заочно познакомиться. То, что действительно меня произвело очень серьезное и большое... Я просто влюблен в вашу книгу. Спасибо. И я, действительно, ее прочел буквально за одну ночь. После того, как Яна сказала, что она будет делать в нашем театре этот спектакль. Я потрясен, пожалуйста. Это действительно замечательная книга. Спасибо вам большое за это. Спасибо. Вы меня не слышите, да? Жалко. Нет, все слышали. Вас там много, да? Да. Здравствуйте, Дина. Это с вами говорит Кира. Очень приятно. Очень много у нас было споров насчет финала, отношения Киры и Паши. Мы все время колебались. То мы думали, что они все-таки будут вместе, то мы думали, что нет. Мы остановились на том, что нет. Очень... Ну да, но все-таки в книге там есть какой-то знак вопроса, как казалось. Потому что, ну, все-таки нет однозначного ответа. Вот мне бы хотелось сейчас услышать от вас. Все-таки вы думаете, это история взросления? Ну, мы говорили о том, что человек взрослеет с потерями, и одна из потерь у Паши, ну, кроме бабушки, мамы, еще и вот эта вот потеря объекта первой влюбленности. Ну, он расстается с какой-то иллюзией. И правы ли мы в этом своем размышлении? Или все-таки что-то у них, ну, какая-то возможно, какое-то продолжение? Или нет? Или вот смысл в том, что их пути разошлись, и человек повзрослел, ну, в чем-то, во многом, освободился, его отпустило? Ну, во-первых, они очень-очень юные люди. Сохранить первую влюбленность с этого возраста редко кому удается. И это явно не Пашина история и не Кирина. Потому что, мне кажется, что я очень четко обозначила, она его бросила в холодном снегу в этой зиме, ушла. Но, собственно говоря, он и не собирался подниматься и идти за ней, он тоже остался. Он остался, она не стала ему помогать, когда у него сломалась лыжа. То есть, вот жизнь его сломана, он в холодной зиме, она его так метафорически оставила одного. И он пошел к своему собственному теплому дому совершенно без ее помощи и один. И мне кажется, что это последняя сцена, когда они расстаются там на лыжной прогулке. Это очень своеобразная точка в их отношениях. И Паша понимает, что ему дальше эти отношения не нужны абсолютно. То есть, Паша в этот момент взрослеет и в отношениях тоже. Ну, в общем, да. То есть, я не сторонница дальше длить отношения, которые, в общем, не приносят человеку ничего позитивного. Спасибо. Да. На самом деле, очень интересно перекликается так. В моей жизни была очень похожая история. И я поэтому даже так удивилась, что эта роль пришла ко мне в какое-то переосмысление чего-то. У вас снег-то выдал в Санкт-Петербурге, нет? Нет. Мы ждем к миру. Я снега не видела уже с под руку, чтобы хоть чуть-чуть почувствовать холод Родины. Но у нас 34 полгода и 30 полгода. И ночью бывает очень холодно. Ночью бывает очень холодно, 23 градуса. Иногда приходится даже прикрывать ноги простынкой, чтобы не замерзнуть. То есть, вот так вот, прямо верзнем. Верзнем. Местные люди в 23 градуса надевают куртки на синтефоне и шапки. Считают, что уже все, настал конец лета, холодно. Когда здесь было 19, как-то 20 лет назад, то в школах отменили занятия, потому что 19 градусов плюс, естественно, да? 19 градусов. Это невероятный холод. Это невозможно ходить в школу, ни у кого нет одежды и обуви на такой холод. И школа закрылась. Здравствуйте. Дина, меня зовут Катя. Я играю миру. Я хочу вам сказать огромное спасибо за книгу. Я прочитала ее и рыдала, и плакала. У меня к вам такой вопрос. Скажите, вы... Как вы решились? Потому что я знаю, что Мира, мама, которая взяла двоих своих, как бы, приемных детей, я когда читала, и сейчас, когда я пытаюсь как-то проникнуть с историей, рассказать ее, для меня самое... Я молодая очень мама, у меня очень маленький ребенок, и я сейчас все время думаю, вот взять чужих детей, взять на себя ответственность, как Мира. Или как вы, скажите, вот как вы решились? Вот, наверное, такой вопрос. Когда я захотела взять приемного ребенка, я очень много общалась с усыновителями. Это такой целотельный мир, целая тусовка. Люди, которые знают друг друга много лет. Сейчас уже по 15, по 20 лет. Люди, которые совместно вырастили детей, и некоторые даже женили. И это вообще очень удивительные люди. В свое время, когда я была в самом начале этих отношений, у меня просто было ощущение, что над головой у таких людей сияние. Вот они обычно ходят по улицам, а у них у всех есть приемные дети, мне казалось, герои. На самом деле героизма в этом, конечно, нет, потому что героизм это бросится в ледяную воду один раз, кого-то спасти, а тут приходится жить каждый день, много лет. Но каких только историй я не видела. Вот, например, сейчас одна история, совсем просто достойная именно трагедии греческой, или огромного полотна разворачивается у меня на глазах, когда совсем молодая женщина, совсем молодая женщина взяла приемного подростка с инвалидностью, с коляской, куча операций, мальчик очень умный, сохранный, в общем, она боялась, что если его оставить в системе, то мальчик совсем пропадет. Мальчик подрос, отогрелся, замечательный, красивый мальчик, и теперь она взяла второго мальчика, четырехлетнего, и опять тем же диагнозом, и тоже на инвалидной коляске. То есть вот она одна, она одинокая мама. У нее двое приемных детей, мальчиков, инвалидов, на инвалидных колясках, и она их растит, она их любит, она их мама. Это совершенно невероятное что-то. Да, вообще таких историй, когда человек шел за одним ребенком, а взял потом весь паровозик, это называется паровозик у усыновителей, когда несколько детей в семье. Они разворачиваются очень часто, потому что, когда люди сталкиваются с этой темой, они понимают, что ни одного ребенка оставлять в системе нельзя. Ну вот опять у меня история с моей украинской подругой. У нее было двое своих сыновей, с вами рожденных, она взяла мальчика, и год назад она узнает, что кровная мама мальчика умерла, и осталось трое сирот в один дом. Она хотела забрать старшего из этих детей, школьника, а малышей не брать, думая, что малышей заберут. Но потом посмотрела, как они себя привели друг к другу, и забрала всех троих. И у нее теперь четверто приемных, где все друг друга брали, и братья, трое мальчиков и сестра. И она тоже одинокая мама, без всякой мужской поддержки. И вот она их выращивает, потому что мысль о том, что подавить ребенка там, одного, а на человека, который с этой теми сталкивается, уже совершенно невозможно. Спасибо. Дина, скажите, пожалуйста, еще раз добрый вечер, над чем вы сейчас работаете, что вас волнует сейчас? И связано ли это с Россией, или это связано с тем, что окружает вас последние пять лет? Так, еще раз вопрос, я не совсем расслышала. Можно еще раз? Над чем вы сейчас работаете, что вас волнует? И связано ли это с Россией, или с тем, что окружает вас последние пять лет? Непонятно. Я уехала из России семь лет назад. Потом из Тромиакина, да? У меня не пропала картинка. Потом очень быстро, после нашего отъезда, случился Крым. И на тот момент, когда случился Крым, я остановила свою книгу, я писала книгу о стране, разделенном на две части, такую детскую антиутопию для детей примерно десяти лет. А в стране, разделенном на две части, по совершенно бреду основанию, в одной стране вырубили полностью клены, в другой стране вырубили дубы. И они на этой почве, значит, враждуют. Но я поняла, что все эти темы слишком горячие, их, наверное, надо на какое-то время оставить, пока это все не устоится. И я, честно говоря, сейчас не знаю, на что можно писать в этой ситуации, потому что там... там... потому что издатели сейчас страшно боятся всего на свете. Там невозможно упомянуть, что герой курит, пьет, не дай бог у него нетрадиционной ориентации, хоть чуть-чуть. В общем, какой-то такой странный момент, когда начинаешь писать и оглядываться, это уже не очень хорошо. Дина, это Яна. Вот если я без микрофона, меня слышно? Да, слышно вполне. Вот мы тоже в театре сейчас все сталкиваемся, и конкретно, когда работали над этой книгой, сталкиваемся с тем, что курить нельзя. А Шура курит, и Мира курит так же, как курит Шура. И мы так страдаем. Ну, так, маленькое отступление. Потому что, тем более, спектакль плюс 12, мало того, что нельзя курить по пожарной безопасности в театре, но и спектакль, адресованный детям, с пропагандой курения, просто невозможен. Вот это все вопросы ограничения, которые на самом деле, конечно, очень ханжеские, как мне кажется. Так же, как и тема, когда мы говорим, что здесь нельзя говорить о смерти, здесь нельзя говорить об этом, о том. И мы, получается, превращаем, ну, как бы ограничиваем себя, ограничиваем в себе какую-то правдивость, искренность и художественную ценность. Ну, на самом деле, все с ума подходили по принципу «простите меня, да? Жопа есть, а слова нет». Наши чопорные петербуржские зрители очень счастливы улыбаются. Прекрасно. Я помню, что были даже проблемы у издателя мемуаров «Папа Мумитролю», потому что «Папа Мумитролю» там тоже с молитв целыми днями, и это его основная внешняя деталь. Ну, не куришь, хотя ее прототип действительно курил и прятался от старой матери. Прототип – это моя тетушка, и она пряталась от старой матери в сарае, наполненном тюками с сеном в деревне. Слава Богу, это не кончилось ничем трагическим, но это все, в общем-то, списано с натуры. Да, сейчас все действительно посходили с ума, курить нельзя, пить нельзя, на традиционные отношения нельзя. Скоро будет запрещено, наверное, на сцене показывать пластиковые пакеты и пить коктейль с соломин, с помощью соломинок, пользоваться там дезодорантами и так далее. Все это будет страшно криминально, но я надеюсь, что это когда-нибудь все пройдет, или мы привыкнем. В конце концов, наркотики мы детям не показываем, но не будем показывать табак тоже. Кстати, в стране, где я живу, борьба со всеми этими вещами, с курением, например, очень успешная, потому что еще 15 лет находители писали, что невозможно никуда зайти, да стоить второмыслом, хоть мальчета вешать. А сейчас я практически не вижу курящих людей нигде, потому что в этой курице запрещено абсолютно. Но и никто не курит. Скажите, пожалуйста, Дина, еще такой вопрос. Книга называется «Где нет зимы», и это строчка из Танго. Когда вы писали эту книгу, вы знали, что вы будете жить там, где не будете? Нет, конечно. Нет, конечно, не представляла себе, не планировала и даже не сообразила, когда реально здесь оказалась. Мне об этом кто-то сказал, он сказал, ну вот-то там и оказалась, да, где океан, тропики, пальмы, бананы, и зимы действительно нет. Ну, получилось, что я себя так немножечко намечтала этим Танго, но на самом деле это была мечта, не совсем моя, это была мечта моего мужа, который сказал, что он за 50 лет безумно устал от снега, холода и темноты, и больше по снегу скучать не намерен. И он, может быть, самый счастливый из всех из нас, тогда мы живем там, где зимы нет, там, где нет снега. И я иногда скучаю по снегу, по нормальной золотой осени, по перепаду температур. Правда, мне тут же напоминают. Ну, по-моему, все получилось. Я сегодня Дине написала ночью, я поняла, что чудо, что она согласилась, и все получилось. Спасибо. Мне кажется, все, надо вставать. сейчас я забыл, как это нужно просто... Вы вытащите сами. А, я вытащу. Одну. Откройте и прочтите. Домовой. Сейчас у Домового счастливая рука. А тут две. Две? Давайте, я у меня попробую. Насте Мартынов, да? Так. Яна Берн. Это куда день? На этой счастливой ноте приятный разыгранный. Премьера будет 19-го. И мы всех приглашаем в театр. У нас спектакль идёт ещё дальше. И только в январе, в январе, в марте. Всем спасибо большое и всего доброго. Спасибо. Спасибо большое нашим уважаемым гостям. Спасибо большое от группы театра МГТ. Спасибо вам, дорогие друзья. До новых встреч. Кто ещё не успел приобрести книгу, книги Дианы Сабитовой пока ещё есть в наличии, представленная на выпуске выхода из копейни. Жалко, кстати говоря, вот такая. Это ваша ручка. Как вас зовут? Спасибо. 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 Не, 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 не. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...